я приветствую подписчиков и зрителей канала с вами бадим сегодня посмотрим с вами недавно вышедший в steam правда английскую версию проект под названием марс war logs от издателей focus entertainment тех ребят которые дарят нам переключения шерлока холмса и другие неплохие игры в частности разработка этой игры занималась компания spiders вы могли на ней слышать по такому проекту как of works and men я размещал ключ в одной из финальных серий к этой игре когда-то давно уже это было давайте начинать одно могу сказать сразу игры очень приятный саундтрек это rpg и это мой первый запуск игры давайте будем пытаться мне осваиваться и понимать что же от нас хотят попробуем получить удовольствие я никогда не думал что я закончу в середине войны но я даже не понимал как перевожу как судопереводчик поэтому возможно не литературные пассажи ошибки заранее извиняюсь как как им что вижу тупой графика удобоваримая в принципе не будем ее обсуждать я никогда не был все в политике у меня были свои проблемы куда более существенные чем просто девчонки и деньги когда я оглядываюсь все моей жизни было довольно неплохо раньше всегда был тот из кем можно поговорить за просто так потом однажды пришли солдаты и привели меня сюда они забрали нас для компании сразу видно новобранец взгляд такой сначала я гордился тем что я солдат и тем что нам дали оружие но не так уж тесно в этом вагоне но потом я передумал на войне нет ничего кроме как быть героем героем это всего лишь ползание по земле и кровь вести себя как крыса мы не могли мне стоять и даже заснуть думаю только о том убьют ли нас на этой ночи ночное время самое тяжелое стоишь по уши в крови дерьме нас просто посылали как пушечное мясо и орали на нас за то что это была наша вина плакали как дети думаю о том что может быть убиты довольно такой не скажешь сложно английский но литературный не мог от этого отвыкнуть пока не пришла мое чуть убивать но меня как других парней поймали я их плохо знал они нас засунули в этот вагон как мутантов и послали за границы не помню но сейчас или день я потерял чувство времени я потерял чувство всего чё-то жалко в эту лицу у него такой как у ребенка вы теперь в лагере 19 смотрите под ноги чтоб все было хорошо потом они нас вывалили поставили в линейку и один из парней выплакал свои глаза ну перевожу дословно я хочу чтобы все вы были чистые в течение часа потом пойдете в офис регистрации вас оповестят о том что вы должны будете делать а теперь пошли разошлись он хотел на чтобы мы помылись не совсем плохая идея поэтому у нас был песочный душ песочный душ ну конечно довольно тяжело играть на в рпг на английском языке даже если более-менее его понимаешь все-таки такие диалоги и катсцены пропитанным тонким смыслом нужно читать не только дословно но и между строк песочный душ представьте мыться песком улыбара ужас какой пока мне управление даже не дали ребята посмотрите свежее мяско я рад тебя видеть я устал уже от старых задниц сейчас будут претендовать на задницу а ты не так плохо хорошие девчачьи девчачьи глазенки этом что за супермен куба отойдет это будет моя задница и чуть надо хочешь 1 это моя сучка я ее первую виду если у тебя нет каких-то других идей она моя ищешь проблем спускайся сюда я помогу тебе умереть 4 слишком много сказала реакции 0 не знаешь когда остановиться скажи хоть что-нибудь ублюдок чо язык проглотил если тебе нужны проблемы ты пришел в нужное место мы не будем с тобой играться кто это такой чудо за бэтмен просто невозмутимый вулканец что ли ты не такую шумно если честно если пришел ко мне просто так таких упырей как ты нужно убивать короче он говорит о том что это моя сучка и короче он говорит ребята пойдемте отсюда этот ублюдо какой-то на всю голову трахнуты он просто стояла молчал а этот сам собой поговорю сам испугался сам ушел но она правда похож на девчонку да чем-то напоминает главную героиню предстоящего хита бенту соус ну хоть мне-то что-то скажешь дружище спасибо за то что помог нам у нас здесь еще есть дерево диалогов давайте посмотрим варианты а мы играем за него за этого молчаливо парнишку если вот так можно назвать кавычка так вроде варианты я ничего не делал я не собирался оказывать тебе услугу а если я хочу то же самое что и он я думаю под стать его брутальности мы выберем вариант я не делал это для тебя ничего не делал тебе одолжение я не помогал тебе если тебе нужно драться делись я с тебя это делать не буду тебе просто повезло я задолжал этому толстому блюдку я понимаю но в любом случае спасибо давайте забудь и пошли надо отсюда выбираться хорошую я с тобой я сейчас может ему не за этого парнишку играть и вот наконец-то спустя хрен знает сколько времени нам дают управление и задание наше покиньте песочный душ давайте пытаться разобраться с управлением прыгать нельзя кнопкой пробил мы ускоряемся здесь лежат какие-то непонятные горы мусора он их может обыскивать и мы нашли различного рода контейнеры и горы мусора могут быть обысканы и на предмет наличия различных материалов они будут использовать для того для крафтинга и крафтинга амуниции и улучшением брони и оружия или просто ими можно торговать хорошо мы нашли немножко металла эти посмотрим каким образом выглядит инвентарь довольно мутно если честно по первости оружие броня различного рода примочки и компоненты видимо для крафтинга тут же у нас наш герой видимо шкала его показатели здесь умение которое можно будет улучшать да но все-таки от rpg warlock наподобие дневников да где можно почитать цель послушать диалоги еще раз послушать мысли нашего главного героя ну и карта разбираться конечно пока на первый взгляд выглядит довольно дружелюбно стилистически графически тот узнаком с игровой индустрии можно вспомнить вообще несколько проектов которые эта игра напоминает и масс эффект и рэйч и хроники ридика и еще кучу другого так параллельно обыскиваем эти горы мусора так отсюда мы выйти можем только через удивитесь вход через которую мы сюда и попали это дерьмо никогда не починится я никогда не смогу поменять поболтаем и я работаю тут я тут не для того чтобы болтать этот лагерь демьмо я заколебался ремонтируя здесь все подряд мне нужны различного рода приспособления а здесь все сломано к чертям хотя я занят я всегда могу открыть с индекс тректора это что-то что механизм который упускает песок но в любом случае я покидаю тебя игра должна быть русифицирована и будет если не ошибаюсь компании 1s of club но эта версия выйдет конце мая числа двадцать четвертого по 25 опять это толсторопой тут жестик поигрался с ней надеюсь ты ее не сильно испортил мои мои приятели не нравится твое поведение ты хоть и крутой чувак но мы не будем перед тобой прислоняться ты должен открывать свой рот когда с тобой разговаривать поэтому мы повеселимся и я вижу да и нас сейчас будут обучать боевки у них у него дубинка хорошо научите хоть это делать то убейте всех этих гадов наша задача ухты блин так у нас здесь есть но не очень-то удобно я вам скажу если случайно повернуться как бы присаживаться прикольно вот такой а можно еще вот так делать пробивает защита чем-то напоминает бэтмена последние игры крутой да ножик где-то это был а вот так тебе хорошо последующий иди сюда атакуй а как тебе контрудар тоже дата не из простых давай вот это было называется контрудар похоже я поймал момент когда его ударять двоечка его долбим но не очень удобно поворачиваться если честно толстожопый хрен все теперь мы двоем тебя замочим все готов может быть воспользоваться им как он нам и хотел ну-ка остановились ублюдки вас пристрелить или че мы чуть не убили их доложи об этом начальству каждый раз когда приходят новенькие происходит одно и то же лучше бы его его ты чуть не убил их а чё бы они с нами сделали если бы мы с ними миловались здесь нужно быть готов ко всему меня зовут трое тебе невиновный ты с авроры до рой лучше чем то что ты не сказал я надеюсь я понял так innocence да это что-то вроде невиновный или невиновность вообще-то невиновно это и на санта и на санс это что-то вроде какая-то короче невинная няшка будем так его называть так пойдем на нужно поговорить нужно поговорить с другими хорошо пойдем ухты были научи маг какой-то чародель и таким образом просто мы получили очки на вы когда поздравляем вы только что достигли первого уровня нажмите пик здесь кнопки реализованы как-то по-дурацки потому что это пиратка я не стал игру покупать ради беглого взгляда но видимо слетела управление для того чтобы проверить дерево ваших умений я так понимаю что эта кнопка будет что-нибудь типа давайте поищем методом проб и ошибок да я попал в инвентарь давайте посмотрим skills мы сопротивленцы беженцы и все в таком роли так техномания вы не можете потратить на нее очки на что могу на битву ну то есть на боевые навыки и на навыки сопротивленца давайте здесь выберем что здесь можно посмотреть искусство ослепления песок можно до бросать глаза темная тень и первая помощь а здесь наукой уклонения толстая шкура ну то есть броня и минимум урона и умение отбивать атаки с происходящие с любой стороны то что я и говорил да то есть когда ты стоишь спиной к врагу тебе нужно сначала к нему повернуться потом только отбивать если мы приобретем этот навык то мы сможем отбиваться независимо то сколько стороны к нам подходят враги я буду это взял хорошо ну это искусство уклонения от ударов да то есть наносение контур ударов и тому подобное хорошо возвращаемся новая цель идите в месс месс это что-то наподобие беспорядка ну хрен он знает какой они в это смысл вводит может быть мусорка или еще что-то карта по карте ориентируйтесь благодарю умеем месс 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 вот она эта точка мы находимся прямо перед ней ну и конечно как и в любой рпг думаю можем пойти поболтать с любыми из этих персонажей дружище бить то не хочу его бить давайте в мусоре пошаримся давно этого не делали ух ты какая животинка это местный сторожевой пес если это можем назвать псом эй рой хотел тебе кое-что сказать все говорят о том так это надрел задницу этому толстяку он позорит всю аврору возьми это небольшая небольшая благодарность спасибо трубу мы какую-то он дал вам давайте посмотрим где она у нас тут вот она да поблагодарю то поблагодарим давайте попробуем ей пару давать используйте кнопку для того чтобы ставить новую броню и оружие я понял какая у нас труба теперь дружище можно чтобы болтать ты не кусаешься поговорить с солдатом эй ты если ты идешь месс следи за ногами даже не думать делать то же самое что ты сделал с фацо это не было нашей виной он не дал нам выбора да 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 но ты слишком далеко зашел побудь немножко на дне ну то есть заляшь на дно и не бурагусь так правильно я иду да куда мы идем то просто дверь между локациями вы знаете в принципе игра довольно уютная я вполне возможно поиграю в нее когда она выйдет на русском языке потому что все таки приходится немножко напрягаться а я люблю когда напрягаться приходится геймплейно а не сюжетно то есть может быть она даже не будет озвучена я не уверен но субтитры по крайней мере будет это уже пол беды так где у нас месс судя по всему это и есть месс еп давай найдем тихий уютный столик давай где у нас тихий уютный столик вот я нашел ну конечно здесь не роскошно но по крайней мере хоть что-то мы здесь можем поговорить ты хочешь сбежать у тебя есть план говори потише я не хочу что кто-то узнал извини я об этом не подумал хорошо и что так если у нас план да но это не будет легко я обдумал уже все но мне нужен ты а тебе нужно будет иметь крепкие яйца для того чтобы это сделать хорошо я смогу конечно смогу я ненавижу это место как и все те ублюдки но ты видел что они могли со мной сделать хорошо поэтому послушай это место очень отдалено отовсюду а расположена в пустыне поэтому нам отсюда будет тяжело сбежать и что нам делать отсюда есть только один выход нам нужно будет похитить поезд на котором сюда людей привозят а мы понимаем ну ты достаточно крут ну как ты это сделаешь ты на не наймешься в станцию power station и ты узнаешь когда приходит поезд а я займусь оружием потом мы пролетим через щиты и вырвемся а у нас что нет оружия это оружие дерьмо если мы пойдем против охранников нужно хотя бы огнестрел я знаю как его добыть это тот ублюдок который надрал задницу нашим пацанам черт они умерли если нет они хороши они говорят о том что за уборку дают еду я будет это то что нам нужно они посылают заключенную для того чтобы кого-то убивать каких-то зверей что ли которые в подвале или где-то я займусь этим я наймусь туда и с помощью этого видимо или украду оружие или проберусь на же дистанцию хочешь чтобы я пошел с тобой регистрационную область ну где нанимаются в работники ты должен будешь заставить поверить их что ты разбираешься в электрике в электрике малыш я пойду с тобой в любом случае я наймусь на работу на электростанцию надеюсь ты этим уже занимался должно сработать пошли ну как и в любой рпг очень много диалогов пойдите в офис где нанимаются на работу пошли это где механики доки боб джей я даже не знаю куда пойти там блин ну видимо вот она наша цель сделайте всевозможные подготовки перед тем как туда идти что нашли одежду аптечку хорошо еще что нашел люблю конечно рыскать локации на предмет наличия чего-либо что-то мне подсказывает что можно пойти вот сюда пустишь нет а что это за движение такое типа отвали ладно а если сюда пацаны вы что-то по моему трудились конкретно да там нам делать сейчас нечего в рабочем квартале значит только выходим получается здесь мы поболтали квесты все квесты можете перелистать в своем дневнике спасибо так пусть собачку можно нет иначе нас бы сразу в карцер посадили что здесь у нас пошли посмотрим я думаю интуитивно мы дойдем к нужному нам месту здесь не так уж и много разветвлений здесь можно что-нибудь обыскать да конечно конечно от игры не стоит ожидать чего-то сверх естественно но для любителей rpg так как сейчас особо ничего не выходит в ближайшее время вполне можно посидеть так цистену нам не надо там наша цель какая-то есть нет 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 не это наши цели так сделайте всевозможные приготовления идите в офис на не те что не могу понять где здесь у нас офис то в механик сюда к механику пошли к механику может он каким-то образом завязан с тем кого нанять кого не нанять да по моему к нему и пришли хотя вот у нас обрисована электростанция ну тогда просто побродим осмотримся что здесь а мы отсюда пришли я вся теряюсь догадкой да первое что нужно сделать в любой крупномасштабной rpg это разобраться с управлением и инвентарем картами и всем остальным а потом уже так рой компаньон персона с которым можно поболтать торговец главная цель вторичная цель а у меня они почему-то не обозначены обозначены так давайте читать идите в офис я понял закончите все подготовки мы пришли в эту столовую рой объяснил мне что у него на уме он хотел отсюда вырваться и рассчитывал на мою помощь конечно это выглядит довольно сумасшедшим но я спросил чем я могу ему помочь способ мою жизнь теперь я ему этим обязан я принял предложение понял кстати мы находимся на марсе если об этом еще не говорю так мы пошли в цистерну может быть вполне возможно каким-то образом нам поможет по крайней мере поймем где мы вообще находимся а нам туда нельзя нас туда не пускают ладно просто еще в управлении кнопки обозначены по дебильному ну пошли значит через эту столовую обратно посмотрим куда мы можем здесь выйти еще о вот здесь есть проход ты проучил того ублюдка да ты молодец дай мне что-нибудь за это ты побил того толстожопого да я ему наковалил хорошо хорошо боди и ты тоже молодец ты выбил из него дерьмо абсолютно точно вы молодцы ребята ладно ну судя по всему сюда в кратер нет я не хочу в кратер кстати я по-моему иду в нужном направлении вполне возможно все действия завязаны только на мышку на левую кнопку и драться и спускаться и двери открывать и разговаривать с одной стороны довольно унифицированный процесс и это удобно вот то что здесь присутствует крафт вот это меня не то что огорчает я в принципе не очень люблю в этом возиться убирайся говорит отсюда опа давайте хоть маленько подеремся оп хорошо не зря я приобрел то умение видите он сразу автоматически отбивается от атак которые даже со спины ему наносится хоть охранник меня и предупреждал что лучше маленько повременить с драками мы все таки отвоевали этот ящик который они охраняли еще и трупы можем обыскать хорошо ничего с собой не носит вот жиды что здесь надеюсь что интересно серум не знаю что это и для чего это пригодится выяснить так у тебя можно оружие забрать нет у тебя нож какой-то хороший почему оружие нельзя подбирать так куда-то продвигаемся в принципе мы отсюда по моему пришли а нет мы здесь не были здесь растения помидорочки да на марсе выращивают ну конечно окружение довольно скудненькое но чего хотите от красной планеты я прибыл на нужное место походу что за сбешившаяся собачонка всегда изучайте своего врага против каждого врага нужно применять свою определенную тактику и вооружение проверяйте таблицу прежде тем строится стратегия давайте посмотрим кто у нас тут как они называются эти зверюшки нету про них ничего ладно попробуем сзади 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 ой валим какой то страшно кувыркаться не хватает у меня кувыркаться давай 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 оп это ж тупой у меня собака это умнее ладно валим а здесь можно кувыркаться я недооценил эту игру ага в рукопашку в рукопашку не стоит против нее идти видите он сразу получает урон для себя на тебе по жопе хорошо так странно никогда не видел чтобы собаки так атаковали да это довольно странно это очень странно нужно поговорить с мастером спасибо что помог рой мы разберемся сами дальше обыскивайте тела но это я и без тебя знал ну че можно с собаки собрать да марсианские собаки мало того что здоровые они еще и опасные так какой то компьютерный утварь я нашел так а я с тобой же должен пообщаться нет дружище извини что собака на тебя напала я не понимаю обычно их тренируют и заботятся о них он не позволяет им этого я слышал ты надрал жопу этому толстяку да это правда если честно это было довольно просто даже если мои товарищи будут вовлечены я очень рад что ты нападал ему ну в общем он нам сочувствует и по не с пониманием относится даже если этот ублюдок самый последний ублюдок лучше не трогать ты знаешь что тут хотел тостах сама сделать я знаю но это наша задача он говорит о том что даже если какой-то ублюдок тебе домогается это не повод для того чтобы устраивать здесь где марши и драться уголь доставьте нам это охранникам эту заботу а мы им ответим ну хорошо но ведь он трогал ребенка я просто не мог позволить чем это сделать но забудь я понимаю я не знаю чтобы я сделал сам что ж знаю что в этой двери творится по крайней мере некоторое время он успокоится я помогу тебе если что игроков steam работа с трубами у тебя проблема с трубами ладно я возвращаюсь на охрану вот эти трубы охраняется и не с ними какие-то проблемы на не беспокойся справлюсь без тебя надо пошли сюда чего у нас тут а тут опять помидорки тут пресс качают со скуки нихрена это чё за гул ты какой-то странный парень у тебя с черепом проблемы да и не только с черепом ну ладно так что у нас по карте не знаю где я и что мне тут надо делать но по крайней мере мы на новой для меня локации и это уже неплохо так парни болтают тут ничего интересного тут тоже просто мусор здесь что-то можно подобрать давайте сейчас изучим до конца локацию и попробуем пошариться посмотреть как здесь реализован крафт может быть уже можно что-то из подручных мусорных материалов которые мы здесь надыбали собрать так пошли сюда хорошо я чё круголя дал точно ну в общем ты чё здесь делаешь я думаю черт подери или спишь это не бридж с твоей бабушкой не забывай об этом соберись а ну хорошо ладно я ставлю ну ладно тут ничего интересно парни в бридж играют в общем мы довольно уже хорошо изучили эту локацию наша задача покончить с текущими делами и пойти вот этого ребятенка ну ребятенка можно не назовешь уже дыл-то такой вымахал нанять в электрике на электростанцию для того чтобы внедрить его и узнать когда приходит поезд который привозит таких же новобранцев как он сам ну и как вы понимаете этот паренек затеял побег в любом случае что-то в этой игре есть понятно что ее нельзя отнести к проектам 3а класса рпг знаменитыми которые выходят раз в год но я думаю на безрыбье как говорится и рак рыба кто интересуется такого подобного рода играми вполне может этот проект заценить но я бы конечно подождал русифицированную версию локализованную и с ней уже плясал дальше поживем и увидим если будет лишнее время и нечего из новинок и старых игр будет поиграть может быть за нее возьмемся что-то в ней есть такое знаете притягивающее может быть именно стилистически и антуражно я люблю такие пастаха политические мотивы пустоши и все остальное ну в любом случае надеюсь вам понравилось это был небольшой беглый взгляд на игру Mars Warlocks оставляйте комментарии подписывайтесь ставьте лайки все пока пока не забывайте